Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана и сегодня мы с вами разговариваем про кельчевание черенков винограда. Что это такое, для чего это нужно, нужно ли вообще и как это осуществить. Ну, давайте поговорим для начала, что это такое. Кельчевание это создание разницы на пятке черенка, то есть на его нижней части, и на верхней части, там где у черенка почка. Для чего это нужно? Для того, чтобы стимулировать процессы корнеобразования. Дело в том, что нашему черенку нужно развить два, ну, будем называть это органы, почку и корешки. Но почка, орган, уже сформировавшийся, вот специально он положил черенок, на котором уже видна сама эта почечка. Вот в таком состоянии уже, видите, она зелененькая. А если хорошенько присмотреться, то видно, что их там две. Смотрите, вот одна, и вот сверху маленький бугорочек, это вторая. Либо вот такая вот почечка. То есть наше растение готовилось к тому, чтобы распускать почки, и никак не готовилось к тому, чтобы формировать корни. Таким образом получается, что когда мы помещаем черенок в благоприятную среду для прорастания, то почке начать расти будет гораздо-гораздо легче, потому что она вот уже готовенькая. Да, я не просто так показала вот эту вот почечку уже зелененькую, уже готовую расти. А корешку еще надо сформироваться там из глубины ткани и потом пробиться наружу. То есть ему надо приложить гораздо больше усилий. А что у нас при этом с питанием? А питание у нас заложено вот в этом черенке. Именно это питание и будут расходовать либо почка, либо корешки. Ну, почки, если мы не берем какие-то отдельные случаи, когда у нас почки могут не пробуждаться, то почки это сделать гораздо проще. И часто мы наблюдаем это явление, особенно если мы ставим укореняться черенки на воде. У нас классно распускаются большие красивые зеленые почки, а корешки идут позже, либо могут не идти вообще, потому что вот эта самая почка, зеленый побег, перехватывает потом все питание, у них идет конкуренция и за влажность, ну, за многие-многие вещества, мы не будем подробно об этом говорить. И на корне, собственно говоря, уже сил может не остаться. Таким образом, кельчевание направлено на то, чтобы уменьшить вот эту конкуренцию и создать более благоприятные условия для образования корней, при том, что почка, чтобы еще спала. Что для этого нужно? Надо создать температурную разницу. Какая же это температурная разница? В литературе встречаются данные, что оптимальная температура для образования корней от 22 градусов, до 30, а кое-где я даже встречала и до 32. На самом деле, мы поддерживаем температуру в районе 25-26 градусов, вот при ней корешки образуются очень хорошо. А на почке, на верхней части черенка, в это время температура должна быть приблизительно 8-10 градусов, то есть температура, при которой растение еще физиологически спит. Таким образом, мы стимулируем образование корней, почка еще в это время спит, потом корешки начинают работать и почка пробуждается. Что нам для этого нужно? И чтобы нам провести это самое кельчевание, нам и надо создать вот эту разницу температур. Каким образом? И для вот этой самой цели кельчевания существует множество-множество различных приспособлений. В прошлом году мы показывали, я вам оставлю ссылку на это видео под роликом, нажав кнопку еще, как мы делали самый такой простой кельчеватель рядом с батареей. Чуть-чуть не дотянул в том плане, что да, мы создали очень хорошую температуру на корешках, и они пошли очень быстро образовываться, но до идеала, скажем так, не дотянули тем, что это ведь в квартире, и да, идет холодный воздух от окна, но не настолько холодный, чтобы обеспечить вот именно самое-самое оптимальное условие. То есть это лучше, чем ничего, но до идеала не дотягивает. В этом году мы решили наш кельчеватель немножко модернизировать, потому что в квартире, к сожалению, достаточно тяжело поддерживать прохладную температуру, поэтому мы решили все вот это кельчевание переместить на балкон, там все-таки прохладнее, ну и, соответственно, надо что-то для подогрева. Что мы используем для подогрева? Мы купили вот такую пленку, продается она на Алиэкспресс, найти без проблем, продавцов много, ширина ее 50 сантиметров, и видите, она нарезается, то есть сколько вам надо, столько они и отрежут. К этой пленке припаивается, вот там на оборотной стороне у нас такие медные контакты, с двух сторон припаиваются проводки. Все, теперь, что нам нужно еще? В идеале нам нужен терморегулятор. Зачем? Чтобы у нас грелось все время. Нам нужен терморегулятор, который все будет делать за нас. Тоже купить можно на Алиэкспресс, варианты их есть разные, может быть, где-то вы сможете найти это все в местных магазинах, это уже как пожелаете. Значит, коврик включается в терморегулятор, терморегулятор включается в розетку. Вот у нас загорелось табло, измерение температуры, все это программируется, и есть вот такой вот щуп. Вот этот щуп мы можем прямо опустить в пакетик с черенками, например, или там водички, в чем у нас будет, да, и измерять температуру. Вот я сейчас на коврик положу, и мы с вами посмотрим. Видите? Коврик начинает нагреваться, температура начинает расти. Когда она достигнет определенных пределов, коврик выключится, температура начнет снижаться, коврик опять включится. Я вам сейчас это демонстрирую в условиях квартиры, но, повторюсь, мы это вынесем на балкон, и я думаю, что все вы понимаете, что для того, чтобы у нас были минимальные потери тепла, нам снизу надо будет сделать какую-то подложку, например, фольгированный утеплитель, чтобы тепло не уходило часть туда, чтобы оно максимально шло вверх. Если вариант с пленкой для вас проблематичен, можно использовать вот такие готовые грелки, продаются они в хозяйственных отделах многих магазинов, несколько лет назад мы покупали, грелка электрическая, точно так же ее можно запустить, ее работу через тот же терморегулятор, принцип абсолютно такой же, и тоже она будет работать как кельчеватель. С помощью таких простых приспособлений мы сможем добиться необходимого нам эффекта, то есть создание разницы температур на пятке черенка и вверху на почке. Но помните, что использование вот этих штук нам нужно где-то в прохладном помещении, потому что подогреть снизу нам легко, да, с помощью этих устройств, а вот охладить помещение будет достаточно сложно. Поэтому, что нам подойдет в зависимости от погодных условий, это может быть балкон, лоджия, например, застекленная, какая-то неотапливаемая веранда, а может быть у кого-то тепличка, то есть там, где будет необходима нам температура окружающей среды, порядка 8-10 градусов. Вообще, с кельчеванием мы экспериментируем уже несколько лет, и что очень важно, от чего я хочу вас, скажем так, уберечь и предостеречь. Ну, повторюсь, да, вы можете использовать какие-то наши варианты, наши наработки, может быть, вы хотите пробовать что-то еще. В один из годов мы раскладывали на подончике мох и ставили прямо вот в этот мох наши черенки. То есть снизу подогрев, сверху прохладно, но не забывайте проверять влажность вот там внутри, потому что там снизу идет подогрев, и вот на чем мы, скажем так, накололись, сверху мох был влажным, мы же его увлажняли, а внизу он был сухой, потому что там шел подогрев, и вся вот эта влага собиралась вверх. Соответственно, пяточки черенков подсушились, и таким образом черенков на самом деле было загублено ну, некоторое количество. В прошлом году, когда мы пробовали вот этот вариант на столе, я показывала, в принципе, в этом году мы только меняем среду проращивания, то есть я укореняла в опилках влажных, в пакетиках, в этом году опилки будут заменены на кокосовое волокно. А вот там было все хорошо, потому что пакетик завязан, и опилки все время мокрые. Но все равно, что бы вы ни использовали, пожалуйста, обязательно проверяйте вот влажность там, потому что, ну, очень жалко будет, если вы пересушите, лучше тогда не делать ничего, просто поставить черенки и укореняться. И еще не забывайте о том, что для верхней части черенка нужна еще определенная влажность. Бывают случаи, особенно если вы экспериментируете в квартире, где у вас будут не такие большие разницы температур, очень важна влажность на почке. И, конечно, самый главный вопрос, который у вас возникает, а всегда ли оно необходимо, и если я не буду использовать, что у меня ничего не прорастет, прорастет. Если вы проращиваете несколько черенков для себя, то, в принципе, они у вас и так хорошо укоренятся в обычных комнатных условиях, скажем так, при соблюдении некоторых простых правил. Если черенки, например, вы используете, у вас очень мало посадочного материала, и вы используете черенки одноглазковые, где одна только почечка, а такие черенки, вообще, чем короче черенок, тем он сложнее укореняется, но есть одно, но потом у него очень хорошая корневая система, и такие растения очень долговечны. Поэтому, если, например, недостаток посадочного материала, вы хотите укоренять одноглазковые черенки, Если у вас в принципе много черенков, вам надо их много укоренять и вы хотите максимально увеличить процент укоренения, то конечно кельчевание это такой очень хороший прием повысить вот эту самую укореняемость. При этом скажу, что вы наверняка можете встретить множество роликов, множество мнений, что вот 100% укоренение черенков. 100% укоренения черенков не бывает, все зависит от выборки. Если мы укореняем один черенок, он у нас пророс, это 100% укоренение, ну как бы да, то есть все зависит от того количества, которое вы используете. В завершение желаю вам, чтобы независимо от того, какой способ укоренения вы использовали, помогали либо не помогали вашим черенкам, чтобы они максимально хорошо укоренились. Но я с вами прощаюсь, большое вам спасибо за просмотр, подписывайтесь, ставьте лайки, в комментариях пишите свое мнение и задавайте вопросы. Под видео, нажав кнопку еще будет ссылка на каталог наших сортов и награды и мои контакты. До новых встреч! До новых встреч!